Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про цветок. С вами Ломонос Петр. И сегодня у нас очень приятная тема, очень хорошая, теплая. Это высадка томатов в теплицу. Потому что май месяц, уже в условиях Белоруссии, я думаю, что в условиях регионов, которые приближены к нам, уже можно высаживать томаты в теплицу. Потому что заморозка уже не предвидится, как бы больших, и томаты дадут нам ранний урожай. Тем более, что наша рассада уже подросла, она имеет по 5-6 листочков. Где-то, можно уже заметить, появились зачатки бутончиков у ранних сортов. Поэтому их уже можно смело высаживать в теплицу. И в этот раз, вот их, она уже начинает рассада вытягиваться. Начинает вытягиваться, то есть она уже просится, чтобы уже уйти, как бы и окрепнуть в открытом, ну, не в открытом, но в закрытом грунте. Уже она просится на грунтовую культуру. Так вот, высаживая рассаду томатов в теплицу, необходимо помнить о некоторых моментах. Ну, во-первых, что томаты – это культура, которая имеет хорошую корневую систему, но это, конечно, не тайно, не для кого. И вот она очень хорошо усваивает, значит, органические вещества почвы. Поэтому не давайте много органических веществ почвы. Я, например, буду давать, я вам покажу, одну лопаточку под каждый куст томата. Вот почему? Если вы томаты обеспечиваете большим количеством органики, ваша рассада будет толстенькая, она будет жирная, но она будет жировать, она не захочет давать плоды, она долго не будет переходить к плодоношению, она будет расти, будет обильно давать пасынки, то силы растения будут расходоваться на наращивание зеленой массы. А нам необходимы плоды. Поэтому умеренное количество органики – это то, что поможет вашим томатам давать хороший урожай. Ну, точно так же до этой органики мы добавим золу. Древесная зола почему необходима? Потому что у нее есть много калия, есть кальций. То, что необходимо нашим томатам в начале роста. Ну, древесную золу, значит, мы будем мешать вместе с органикой, и вот эту смесь мы уже будем давать для наших томатов. И что мы будем добавлять? Обязательный компонент – это минеральное удобрение. Почему? Томаты – они культура, которая очень активно усваивает, значит, минеральное удобрение. Они не боятся высокой концентрации, значит, солей и почвы. Поэтому пресной посадки можно дать им по максимуму всех элементов, в которых они нуждаются. Ну, давать минеральных удобрений мы будем из расчета, где-то чайная ложка без верха на одно растение, не больше. Посадка томатов, как бы, ну, если мы перевозим на дачу, значит, сразу знаем, что если везем на дачу, два дня томаты мы не поливаем. Почему? Потому что, когда они не политые, они не такие хрупкие, они вялые вроде бы, и они не такие хрупкие, они хорошо проносят транспортировку. Если же их полить, значит, это гарантия, что часть растений вы сломаете, что нам, конечно, не надо. Потому что лелеяли, лелеяли, всю весну лелеяли два месяца, а тут сломать на последнем этапе будет очень-очень обидно. Следующее, привезли на дачу, мы будем высаживать томаты. Все эти вот горшочки, они у нас же в отдельных горшочках, все они распектированы, рассажены эти горшочки. Значит, перед посадкой мы их поливаем. Обильно-обильно поливаем, с тем расчетом, что ком промокнет, и он легко достанется, и наши томаты безболезненно перенесут пересадку. Конечно, хорошо, когда такие томаты высаживаются, как на переднем фоне. Они томаты как бы низкие. Но есть же томаты уже высокие, вот видите, перерастают. Ну, если у вас может быть еще повыше, может быть томаты 70 сантиметров высотой, и 60 сантиметров высотой, те переросшие томаты. Так вот, технология посадки уже переросших томатов будет несколько отличаться. Значит, если обычный томат мы можем высаживать, при этом томат заглубляем в почву, первый листик обязательно мы отламываем. Первый, если он близко второй, второй листик отламываем и садим вертикально. Садим вертикально, там проблем как бы не возникает. Посадили вертикально, и наш томат уже будет подниматься. Колышек можем сразу установить. Если мы будем подвязывать шпагатом, то эту работу мы сделаем позже. А вот томаты, которые переросли, мы будем подготавливать к посадке совершенно по-другому. Почему? Мы их будем садить боком. В этих томатах, которые переросшие, мы будем ощипывать все листья, оставляя только-только верхушечку. Три листа, ну, три, максимум четыре. Все нижние листья мы будем удалять. И эти томаты мы высаживаем лежа. В чем принцип посадки томатов лежа? Томат, когда он ляжет просто-напросто на поверхность почвы, он в горизонтальном положении, вот так вот он получится в горизонтальном положении, значит, он, во-первых, глубоко не садится. Почему? Потому что этот ствол будет засыпаться слоем почвы, где-то 3-4 сантиметра ствол будет засыпаться. Но тут ошибка, которую делают многие огородники. Многие слышали про эту посадку томатов лежа, но не учитывают такой момент, что томат лежа необходимо садить корнями к югу, а верхушкой к северу. Если вы так поставите томаты, вам их подвязывать не надо. Они сами тянутся к солнцу, и так вот поднимутся, и они все будут стоять. Если же вы сделаете наоборот томаты корнями к северу, веткой к югу, что ваши томаты будут делать? Они будут просто слаться по земле. Сладаться по земле, и потом их придется эту голову подвязывать. Поэтому обращайте внимание, это вроде бы мелочь, но это то, что уменьшает вам затраты работы. Меньше работы будет с томатами, которые высажены правильно. Томаты мы присыпаем землей, тут на всей этой части будут образовываться дополнительные корни. Современно образуются дополнительные корни. Такая рассада, которая посажена лежа, она быстро проживается, и быстро идет в рост. Если вы посажете томат в таком вертикальном положении переросший, что получается? Вы заметите, томат болеет. Нижние листья сами по себе, они тоже отомрут уже, хотя бы их не трогали, остается только верхушка. И томат долго-долго приходит в себя. А если он посажен горизонтально, значит, корневая система очень мощная, растения поднимаются очень быстро, и дают впоследствии очень хороший урожай. Поэтому, если вы попробуете садить переросшие томаты, это вам так понравится, что в дальнейшем вы даже и сами будете выращивать, чтобы томаты были переросшими. Потому что урожайность их феноменальна, очень большая урожайность. Или даже покупать рассаду, то вы будете стараться переросшую, потому что проблем никаких. Тут главное оставить только верхушечку. С листьями все остальные листья удаляются. Посадили правильно лежа, повторяю еще раз, вверх к северу, корни к югу. Все, вам хороший урожай обеспечен, быстрая проживаемость точно так же. И не надо мучиться, придумать какие-то там другие стимуляторы, там все, чтобы обрабатывать переросшую рассаду. Не надо. Мы пойдем по природе растения, которые любят давать дополнительные корни на стебли, и мы садим такие условия. Поэтому, если поставить атак томаты, у вас будет теплиться, вся радость урожаем, крупных, обильных плодов. Они будут висеть гроздьями. Так что ваши труды будут по выращиванию сады не напрасными. Работа вам будет доставлять радость. И остальное тоже радость и хорошего урожая. Чего вам и желаю. До свидания.